В эфире АНьюс в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Apple начала официально ремонтировать iPhone в России. Таким образом, американская компания выполнила требования Федеральной антимонопольной службы. Напомним, причиной разбирательства со стороны ФАС послужила жалоба жителя Москвы, который обратился в поддержку Apple, чтобы отремонтировать разбитый дисплей своего iPhone 5s. В ремонте мужчине отказали, заявив, что в Россию дисплейные модули не поставляются и нет оборудования для их установки и калибровки. Клиенту предложили поменять телефон на новый, но с очень большой доплатой. Тот решил пожаловаться в ФАС. Антимонопольное ведомство установило, что в действиях Apple содержались признаки нарушения закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования смартфона в течение срока его службы. Американской компании было выдано предписание открыть в России полноценную сервисную службу, что в итоге и было сделано. Apple открыла в России сеть сервисных точек, из которых сломанные смартфоны доставляют на предприятие, где устройство проходит ремонт. Стоимость работ зависит от модели смартфона и от наличия каких-либо дополнительных повреждений. Samsung в ближайшие дни исправит проблему с красным экраном в Galaxy S8. Пользователи получат апдейт, который проведет цветокоррекцию. Различные болячки в ходе запуска сейчас обнаруживают в устройствах практически всех производителей, и новый флагман Samsung не стал исключением. В некоторых Galaxy S8 и S8 Plus дисплей уходит в красный цвет. После многочисленных жалоб производитель признал массовость проблемы с некорректным балансом белого, и сейчас Samsung начинает рассылку обновления, которое исправит ситуацию. Также в апдейте содержится еще одна заплатка. Она призвана решить проблему со слабым сигналом Wi-Fi на некоторых аппаратах. Как отмечают в Samsung, оба изъяна носят сугубо программный характер, и для их устранения достаточно установить рекомендуемые обновления. Российские операторы начали отказываться от SMS в пакетных тарифах. Об этом пишет портал T-Journal. В частности, Beeline и Tele2 выпустили предложения, в пакете которых отсутствует SMS. Оплачивать текстовые сообщения необходимо отдельно. Стоимость одной SMS-ки составляет полтора рубля. Операторы объясняют решение падением спроса на данный вид услуг. Владельцы пакетов все чаще заменяют SMS-мессенджерами. Наши исследования показывают, что пользователи младших тарифов почти полностью отказались от стандартных сообщений. И действительно, по данным консалтинговой компании AC&M, доход российских операторов от SMS снижается третий год подряд. Пользователи все чаще предпочитают мессенджеры, которые для отправки сообщений используют интернет. WhatsApp, Telegram, Viber и другие аналогичные сервисы буквально убили SMS-ки. В то же время, часть российских операторов не собирается отказываться от коротких сообщений в пакетных тарифах. В частности, об этом заявили в Мегафоне. В МТС ситуацию пока никак не комментируют. А пользуетесь ли вы SMS на своем телефоне или же мессенджеры с более богатым функционалом полностью заменили вам стандартный сервис коротких сообщений? Примите участие в опросе в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Результаты мы озвучим в одной из следующих программ. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.